С этим кучей программ. Программа в программе. Так, а там внизу плюсик и там. Все звук есть. Через скрип. Да со скайпом. Спасной вариант с работой. Все звук есть, я думаю все нормально, можно начинать. Сегодня у нас 31 августа. А все, мы в лайве уже? Да, в онлайн все работаем. А, ну здорово, всем привет. Спасибо, что пришли в четверг вечером. Последний день лета же сегодня. Так не хотелось, так не хотелось. Вот, сегодня мы будем рассказывать про то. Собственно продолжим предыдущую тему раскрывать. предыдущего лайва, вебинара. И будем искать продукты прибыльные. И, собственно, рассмотрим пару стратегий, которые можно использовать вам в камере, чтобы находить какие-то товары, которые устраивают вас либо вашему бюджету, либо вашим амбициям. Ну вот. В клавиатуре, когда бьешь, думал, наверное, всем людям, которые нас слушают. Тогда давайте я сейчас попробую зашарить экран. Ну как, там есть, нету? Скажите что-нибудь. Да, есть, все нормально. Так, ну сразу, наверное, без лишних продажных. Я тут уже пытался, так сказать, подготовиться что-то, пытался найти, но тут перебили, в общем, и уже там что-то нашел. Вот. И расскажу вам про три стратегии, которые как бы мы сами используем постоянно. Ну и, собственно, сегодня у меня была такая активная фаза поиска новых продуктов. Ну и, собственно, я просто покажу, как я сам вот с утра сидел, искал и, ну, что-то нашел, что-то даже вам показал. Может, кто-то зацепит кого-то какие-то идеи и вот он займется этим товаром. Ну и также просто экспромтом попробую найти, что получится, не знаю. В общем, первая наша стратегия будет, когда мы работаем вот в этой, в нашем инструменте, в сканере, все стратегии это как бы фильтры, которые вы будете накладывать вот на вот эту базу данных товаров. В данном моменте 26,5 миллионов в этой базе. И вы как бы на этот каталог просто накладываете фильтры. И вот эта стратегия, когда я говорю стратегии, это значит, это просто вот такие своеобразные фильтры. Вот. И первая стратегия, я ее называю неочевидной ниши. Или также их можно называть unsexy товары. Это когда вы ищете такие товары, которыми вы не будете хвастаться перед там девушками, перед друзьями, что вот я владелец такого-то бренда там, типа Under Armour, фитнес-бренд, круто. И нет, это в основном такие товары будут, которые вам даже сильно не сытно будет признаваться, что вы занимаетесь такой чепухой. И, собственно, я вам покажу просто, как искать такие товары. И их фишка в том, что они пункты. Потому что в основном, когда люди начинают ресорчить Amazon, искать какие-то товары, и вот первая идея у человека, конечно, это вот обратиться к своим хобби. И, разумеется, все выписывают свои хобби. И, конечно же, у каждого первого там будет фитнес, например. И каждый там скакалку решит запускать. И вот эти вот первые пять, наверное, ниш, которые люди, которые думают, они плюс-минус все одинаковые. Спорт называют вообще каждый первый человек. Все мы занимаемся спортом. А вот такие товары, о которых мы сейчас поговорим в этой стратегии, они не приходят людям на ум. И поэтому конкуренция. И в связи с этим там нужны были большие какие-то инвестиции, чтобы начать делать какую-то прибыль. Итак, перейдем тогда к делу. Вот. И, собственно, попробуем что-то, наложить какие-то фитнеси. Категории выберем. Давайте просто тут пощелкаем что-то. Такие, которые я обычно делаю. Ну, не все. Левые колоночки я тоже часто смотрю. Ну, вот сейчас давайте там только правую колонку пощелкаем. Ну, почти все подряд. И наложим фильтры на цену. Там, допустим, от двадцати до семидесяти. Давайте до пятидесяти. Ну, нам интересно продавать, как бы, что-то. Да и продажи там хотя бы десять в день, например. Вот, не то запомню. Триста в месяц, десять в день. И поставим, ну, какое-то такое адекватное количество отзывов. Не знаю, маленькое, например, пятьдесят. Минимум даже не будем ставить. Ну, и давайте еще, чтобы небольшие товары были. Не будем там диваны искать. И жмете «Сэрдж». После чего зафильтруется. И вот этот момент, который я сейчас покажу, он самое интересное, что он такой психологический. И обычный стандартный совет там от людей – это типа, ну, те товары, которые вам интересны, те изучайте. И вот эта первая стратегия состоит в том, что, ну, у каждого человека ограниченное количество знаний, поэтому следует изучать. То есть просто все подряд. Вот вы наложили какие-то экономические фильтры, там, значит, они уже продаются, эти товары. И, скорее всего, они уже прибыльные. И идея в том, что вы просто, ну, чуть ли не все подряд начинаете открывать, а не только то, что вам интересно. И вот для меня это было не очевидно, для меня вот это не открывает, что они не понимают. Ну, типа, вот я не понимаю, что это, я пропускаю. Я вот не знаю, что это, я иду ниже. И, типа, я ищу только то, что цепляет взгляд. А цепляет взгляд – это то, что я понимаю. Вот, и я в какой-то момент, когда смотрел за нашими ребятами, сотрудниками, как они работают сам с копскамером, они пропускали вот то, что не понимали. Просто скроили и пропускали. И, допустим, какой-то товар, который я понимал, а я спрашиваю, а что ты проскроил? Вон, прикольные там, не знаю, матрешки какие-то. А он такой, а я не знаю, я что-то не понимаю, что это. Ну, блин, какая разница, ты понимаешь, не понимаешь? Там, вон, экономика нормальная. И идея такая, что вы просто открываете, ну, вот, все подряд. И смотрите, что это за товар. И выделяете каждому товару, ну, хотя бы одну минуту. Одну минуту, чтобы вообще проверить. Ну, такое быстрое мнение составить, быстрое предположение, бизнес в этом товаре есть или нет. Ну, таким вот образом открываете какое-то большое количество товаров. Вот, например, Duck Assortiment. Я даже не знаю, что это, но... Это... Игрушный куток, как я понимаю. Ну, да, ну, да, да, да. Ассортизуты. 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 И вы нашли, значит, в листинге главный киворд. Duck Assortiment. И запустили его в поиске. Желательно, вот, all departments. После чего запускаете Chrome Extend. И он вам подтягивает все данные. И вот на основе вот этих данных вы сможете очень быстро сделать вывод. Как бы, бизнес тут вообще есть или нет. Ну, вот, запустили Chrome Extension. Сейчас он подгрузит средние данные. Это значит, что он закончил подгружать. Вот после чего можно... Ну, вот я обычно сразу сортирую. Либо по оборотке, чтобы верхняя, ну, большая оборотка вверху была. Либо еще вариант по отзыву. Были вверху. И просто смотрите, насколько конкурентная ниша. Ну, сейчас давайте по оборотке. Вот. И вы просто смотрите, вот. Люди оба... Цена такая немаленькая. И, в принципе, в топ-10 есть очень много. У кого мало отзывов. Но, в принципе, продажи очень маленькие. Ну, то есть, один, четыре и рынок неглубой. Ну, не ссылался. Неинтересно. Ну, опять же, смотря какие у вас деньги. Сколько вы планируете инвестировать. Ну, этот, допустим, откинем сразу. Ну, просто пойдем дальше. И попробуем что-то найти дальше. Там, вон, какие-то тоже опять игрушки. Потому что галочку на игрушки поставлю. Ну, собственно, вот таким вот образом вы двигаетесь вниз. И вот опять я сам ловлюсь на мысль, что я просто скроллю вниз. А надо вот именно то, что непонятно, открывать. Вот. Вот суть такой стратегии. Вот когда я увидел, что ребята скроллят и не открывают. Вот. Меня это так немного поразило чуть-чуть. Ну, типа, а что ты скроллят? Давай открывай, там. И все нормально. И, собственно, вот в этом и состоит первая стратегия. Я не буду это... Небольшую ремарку сделать по этому поводу. Это, знаешь, может быть такая ситуация как раз по этой схеме. Я также вот веду вот эту свою статистику вот этих товаров. И когда ты уже прогнал все очевидные, там, самые очевидные, менее очевидные. И когда ты уже, в принципе, у меня была задача понять, что на Амазоне продается. Ну, я вот прогнал, там, у меня в таблицу предположим 800 товаров. И на данный момент для новичка ему надо переработать эти хотя бы вот эту тысячу товаров, которые там просто продаются. Соответственно, он и будет искать в первую очередь то, что ему понятно, что ему интересно. Его, там, различные интересы, сферы интересов, там, и так далее. Его родственников, друзей, знаешь, как-то вот это вот. Давайте посадим. Они пускай что-нибудь скажут, там, что-нибудь интересное. Ну, многие так делали, реально. Вот. А когда ты вот это уже прогнал, и тебе уже все становится банально и неинтересно, ты начинаешь вот как я, например. Я сейчас на данный момент апрель, октябрь, стараюсь два раза в год хотя бы по бейс или рамкам код релиза и все остальное пройти. Потому что там разные схемы, ну, разные товары, разные сезоны. Два совершенно разных. И получается, я ищу абсолютно то, чего я не знаю, ни разу не видел. То есть, у меня принцип как раз вот именно этот. То есть, чего я не знаю, я начинаю разбираться, в тайтвах искать ключевые слова и ищу, что из себя этот товар представляет. То есть, есть ли там деньги, грубо говоря, что это такое, там, трендовый товар, не трендовый. То есть, в принципе, похожая система. Из-за этого с ростом опыта ваших сотрудников они просто прогонят очевидную вещь. И они как раз будут, скорее всего, искать именно то, чего они просто не знают и не понимают. Потому что JumpRoll все понимают и все его проверяют. Проверили и пошли дальше. Ну да, все так. Полностью согласен, Денис. В принципе, суть-то этого инструмента, скоп-сканера, это вот именно, когда идеи у вас закончились, и вы не знаете, откуда брать новые идеи. И это вот инструмент для генерации новых каких-то товарных идей. То есть, вот чтобы найти точку входа для анализа в Амазоне. Да, причем товарных идей, которые уже имеют какие-то определенные экономические показатели, которые вас изначально устраивают. Потому что может быть куча различных идей. То есть, на Амазоне товаров сотни миллионов и больше. И вот как сразу вычистить те, которые, в принципе, вообще неинтересно, чтобы не тратить на их время. Ну вот через фильтры это можно делать. Хорошо, тогда давайте придем к второй стратегии. Большое название. Ну, вторая стратегия заключается в том, это вот она особенно подходит для людей, у кого небольшой бюджет, или те, которые не хотят рисковать каким-то большим капиталом. И хотят вот набить все первые шишки. Потому что очень зачастую первый продукт, как бы, в этом учитесь скорее. Ну, не факт, что еще получится все прибыль, начать зарабатывать хорошо. Вы зато научитесь очень многому. Но, вполне возможно, у вас все из первого продукта прокатит. Так вот, следующая стратегия – это поиск низкоконкурентных ниш. То есть, вот, допустим, если у вас задача начать просто с Амазона зарабатывать, там, ну, тысячу долларов, грубо говоря, там, от тысячи до двух. То вот, как вам поступить? Вам нужно найти такую нишу, которая вот низкоконкурентная. И, допустим, вы, действительно, уже все свои хобби перебрали, и не нашли там таких товаров. Ну, разумеется, они же обычно хобби у всех одинаковые на слуху. И вы, как бы, начинаете искать вот какую-то новую нишу с нуля, например, с нашим инструментом. И вот как найти, где конкуренция очень низкая. Успеха. И давайте наложим просто такие фильтры. Ну, вот я сбросил тут категорию. Давайте опять накликаем какие-то. Опять. То есть, не знаю. Ну, цену поставим тоже от двадцати до пятидесяти. Монтли селс тоже будет отличаться. Мы уже начнем не с десяти в день, а с пяти в день. Ну, что, соответственно, в месяц это сто пятьдесят продаж. И большой момент, конечно, это отзывы. То есть, нельзя, чтобы их было там много. Ну, давайте там опять пятьдесят забьем. И как мы ищем вот такие низкоконкурентные ниши. У нас есть такой коэффициент RPR. Что он значит? Это аббревиатура от Revenue Per Review. Или на русском языке это оборот на один отзыв. Это сколько товар, как бы, продает, сколько у него селс на один отзыв. И идея такая, что вы просто минимум, допустим, сто выбираете, чтобы товар продавал минимум сто долларов на один отзыв. И вот такие фильтры вы накладываете на базу. Бывайте в Opsize еще там. Не будем опять с диванами связываться. И нажмем Search. И посмотрим, что нам выдаст. Амскамер. Наш Амскопскамер. Должен выдать, ну вот он выдал громадное количество товаров. А вы какие-то витамины подтягиваете? Не нравятся мне витамины. Это химия, которая в себя класть. Ладно, давайте посмотрим, что там он натянул. Ну, кто сказал? Химия, которая в себя класть. Прямо страшно стало. Ну да, все, что кладешь в себя, значит юридическая ответственность за жизнь человека. Хорошо, если у вас фирма, и вы витамины продаете. И вас в тюрьму хотя бы не посадят. А если вы... Ну да, да. Потому что ответственность несет, кстати, продавец. Не Амазон. То есть, если клиент подавится, например, частицей вашего товара, то ответственность несете вы, как продавец. Если у вас нет страховки, ну это такой автопик небольшой, нет страховки, то опасно, проблемы могут быть. Поэтому надо понимать, вот когда заходишь в какие-то ниши, нужно понимать все риски и оценивать обязательно самые худшие сценарии. И если как бы знаешь, значит уже предупрежден, уже можно как-то рационально действовать. Кстати, да, да. А нет, давай, но эта тема очень интересная. И она очень так по разговору сейчас интересная тема на самом деле. И вот в чем русский наш славянский менталитет. Я на эту тему общался с людьми, ну русскоязычными, но которые в Америке там живут или в Израиле уже много-много лет. И для них вот этот момент очень-очень важен. То есть они спрашивают, узнают, что у меня кто-то из России или из Украины когда-нибудь спросил про страховку за ответственность продавца до такого же из Израиля, из Америки. У них это вообще первый вопрос в списке всегда. На любой консультации или еще разговариваю. Да. Да, ладно. Значит, наложили вот эти экономические фильтры с РПРом и просто посмотрим. Ну опять же будем пытаться стараться не пропускать товарчики и будем вот открывать. И первое, что видим, вот, забавный товарчик какой-то. Вот что это такое? Кто знает? А? Никто не знает. Знаем, знаем. У меня ребенок четырехлетний в этой игре. Чудо ее на игре. Майнкрафт? Ну да, это Майнкрафт. Они совсем шибанули. Я, что ли? Да? О, да, спроси. Смотри, Майнкрафт это? Что это такое, малыш? Кирка, медь. Нужная вещь? Да. С тобой бить зомби. Ха-ха-ха. Все. Товар прошел валидацию. Нужна вещь. Нужна. Все. Спрос будет. Не глянь. Потенциальные клиенты в будущем. Я вообще не понимаю эту игру, Йома. Я уже не игроманом был, Йома. Но вот это для меня... Купи мне такой же. Все, иди, иди отсюда. А шлем, чтобы не стреляли скелеты. Вот так вот. Я вот этого не знаю. Шапку вот эту они еще там видели. Видели там раскладная шапка. Но это по-любому патентованная. Там этого Манкрафта. Ничего нельзя. Ну, да, наверное, скорее всего. Ну, да, скорее всего, она действительно патентованная. Нужно посмотреть, кстати, сколько продавтов продают вообще. Потому что, вон, смотрите. Оба-на, сколько. И... Ниша здоровенная. И я бы посмотрел, конечно, количество продавцов. Потому что тут, вон, это продает какой-то фонт. Там не патент. Там будет копирайт однозначно. И второе, что там может быть, это роялти. Ну, то есть то, что в Майнкрафт тематика используется. Ну, патенты на такую штуку вряд ли будет. Ну, вот, копирайт плюс роялти. Ну, это более чем достаточно, чтобы закрыть листик. Ну, да. Ну, смотри. Трейдмарк он не нарушает. Это вот это слово. А, кстати, смотри. Там Майнкрафт фэнс. То есть он, как бы, говорит, что он отличный для фанатов Майнкрафта. Он, по сути, обходит вот эту штуку. Интересно. Трейдмарк. Ну, все. Его, как бы, нет основания закрыть. Единственное, это действительно копирайт. Ну, опять же, тут, смотрите, ниша. Вот тут вот конкретно 8 продаж. Трейдмарк. Там он до него... 21 с половиной доллара, кстати. Ну, так уж плохо. Да. Давайте вот посмотрим, сколько... ФОМ БЛУ ДАЙМОД СВОРД какой-то. Ну, давайте. ФОМ СВОРД какие-то. Ну и ниша. Кстати, да. ФОМ СВОРД. Из БЛУ ДАЙМОД. ФОМ СВОРД. ФОМ СВОРД. ФОМ СВОРД. ФОМ СВОРД. ФОМ СВОРД. ТЕЛЕЙМОД СВОРД. ФОМ СВОРД. Я не знаю, что только нет. Можно так иногда... Так очнуться и удивиться, где ты находишься. В какую нишу ты попадал? И как вообще здесь... Ага, наклейки на эту штуку, которая курит. Вот эти курительные смеси. А вот смотрите, тут потянуло просто по фонсвор, то есть не к Миникрафту они не связаны, давайте с раунд посмотрим Ну конечно добавил это, смотрел получше кейворд, не очень такой, и предыдущий не очень, ну дорогой кейворд нам поискать Чтобы именно в нише Майнкрафта, как они там мутят, какие там ключевики Ну да, у меня похоже, интернет подвис А, ну вот, значит подвис Ну вот, там сколько данных, давайте сразу по... И посмотрим, сколько можно на мячах из этого фома Как на русском языке фома, я даже не знаю Это пена, пена такая Да, точно, пена Ну, короче, что-то люди делают, зарабатывают Что-то люди зарабатывают, ну тут другие какие-то уже товары Ну если зарабатывают, то немного Ну немного, ну да, немного, но тут... Вообще никаких движений, мне все-таки вот это больше понравилось Майнкрафт, давайте тут запустим, посмотрим Сергей же просто пошел в ней Пошел в ней программ, и сам лист А, ну так интересно, что это за хрень Они еще главную фотку, это же не настоящая фотография, это просто тупо фотошоп какой Я, когда смотрел, я думал, блин, что это? Иногда бывают такие моменты Ну вот, пошел То есть люди даже не заморачивались, чтобы в студию сходить, сделать фотку и продают там за сколько? За 21,5 доллара, там по 8 единиц в день То есть вообще без заморочек и 8 единиц в день Ну вот, и в принципе, вот глядя на это, что я могу сказать? Что если на первый товар, ну, небольшие деньги, там, типа, две тысячи, две там, половина, три Вот, очень маленькое количество отзывов, 29, человек делает оборотку на пять тысяч Ну да, вы много не заработаете, но Но это больше дропа как раз, дроп, онлайн-арбитраж, это вот ближе вот к этой теме Да, может быть, может быть даже и так стоит тут заняться Ну вот, может, кому-то заинтересовала эта ниша У меня она как-то что-то зацепила глаз Ну да, тут продажи невысокие, но смотрите, все что-то продают Ну, то есть две тысячи не понадобится, чтобы набить кучу шишек и начать уже зарабатывать первые деньги очень легко То есть вообще без заморочек Так, ну вот, примерно об этом вот эта вторая стратегия Это про вот этот фильтр RPR Да, причем я добавлю, что мы просто тыкнули товар из... сколько там вышло после фильтра, Сергей напомнил? Три с половиной тысячи Три с половиной тысячи Да, три с половиной тысячи Мы тыкнули просто в один вот эти вот, который зацепил наш взгляд Тут еще много товаров, которые можно также по ресорчить и углубиться И что-то еще найти, может гораздо интереснее и прибыльнее, чем вот эти Ну, в общем, вот это здесь, очевидно, не самый прибыльный товар, простой Да, конечно Давай дальше Давай дальше Не будем на этом останавливаться И наша третья стратегия Это поиск товаров, которые можно улучшить И как бы в центре этой стратегии, что вы хотите найти такие товары, у которых вот этот рейтинг невысокий И при этом они уже неплохо продают Как это выражается в фильтрах? Давайте опять забьем фильтры, которые соответствуют этой стратегии Значит, мы уже продажу вернем в наши 10 в день И, значит, вот начнем с этого, с рейтинга Минимум не ставим, а максимум, ну, например, 4 Вообще, на Амазоне, поскольку я слышал других каких-то людей Ну, в принципе, сам согласен, я уже считаю Вот 4.2 это такая минимальная допустимая граница На которой еще можно позволить продавать на Амазоне без каких-то проблем Вот если у вас, в принципе, большое количество отзывов и средний рейтинг меньше 4.2 То вам стоит задуматься вообще о качестве вашего товара Вот И в этой стратегии мы найдем товар, который с плохим рейтингом уже неплохо продает И попробуем его улучшить Подумать, как можно улучшить именно, чтобы у нас не было плохого рейтинга Для этого нам нужно вот в фильтрах отзывов забить уже не от 1, не от 0 до 50 Нам уже нужны, чтобы были отзывы, чтобы было что почитать Чтобы были какие-то негативные отзывы, которые можно почитать И, в принципе, от 20 до 100 корректно можно уже увеличить до 50, например Потому что, например, в какой-то нише товаров, где у людей по 100 или даже 200 У отзывов будет от 50 до 200 Но при этом у них у всех рейтинг будет типа 3-5 Ну мало звезд Вы выкатите свой качественный товар улучшенный И у вас будет 10 отзывов, у вас все там пятерки будут, ну 20 отзывов Будут у вас покупать, а не у них Потому что там 3-5, люди, ну, не будут доверять Они больше доверят у того, у кого в среде там 4 куба 8 И всего лишь там, не знаю, 200 зубов Вот Ну давайте там, не знаю, первоначально вот эти зубы Так, так, так Ну все, поехали А, категория еще Так, ну и наши игрушки Там их план Заберем, посмотрим Что нам выдаст Наш сканер Да Должен добавить также, что в нашей базе вот сейчас 26 с половиной миллионов Ну, как бы она постоянно обновляется, данные обновляются И также мы периодически добавляем товары На данный момент вот сток у нас товаров Ну, смотрите, выдалось не так много Ну, давайте, может, еще раз просто Просто тупо все товары выберем Чтобы побольше что-то выбилось с этим Да, и техническая такая ремарка небольшая У нас где-то 800 тысяч в день обновляются товаров Те, у которых BSR до 100 тысяч во всех категориях Чтобы вот эти самые интересные товары были всегда в актуальном состоянии Ну, вот смотрите, вот выбрав все категории И тут у нас уже 2 тысячи товаров появилось И тут уже можно что-то посмотреть И напоминаю, что у нас все товары, которые, ну, хорошо продаются Но при этом у них низкий рейтинг Тут важно еще понимать, что тут, возможно, будут какие-то бренды Может, некачественные, но из-за брендов и продажи Они просто не работают в соцзывании Вот, ну и, собственно, вот ваша задача Это просто начинают отрывать и посвящать какое-то время, минутку какую-то Вот анализу товаров Вот какие-то штанцы подгрузились в большом количестве Ну, значит, танцы и лыж, может быть, интересно Ну, это майки Так, ну, какая-то хрень непонятная Интересно Ну, интересно же, что это? Ну, опять же, я открываю то, что мне понятно Это, мне кажется, у каждого есть с этим бороться Да, ты там пропустил пару таких Да Точнее, абсолютно неинтересных вещей Да Которые выпали в результате фильтрации Закроем наши топоры Так, ну вот, какая-то веревка Вот мне вот это зацепило взгляд Что это вообще такое? Это игрушка какая-то? Надо опять, да, валидатор позвать в 4-х лет Ну, знаешь, чем плохо эта игрушка? Она Она, да, это, скорее всего, дизайн какой-то Да, да, да И прокатит Но Да, конечно Но идея-то какая? Это только идея И мы вниз скроллим И смотрим Как бы, что еще в этой нише продается Вот Ну и, собственно, вот как раз за те полчаса Которые до нашего лайва я посмотрел Я также щелкнул на этот товар И, короче, вот перешел вот на эту вот тула Она реально зацепила мой взгляд И я просто удивлен был Ну, не с точки зрения бизнеса на Амазоне А с точки зрения, прикиньте, какие товары есть Нет, этот товар я давно знал Но эти акулы летающие, рыбы, они Не очень хорошо продаются И отзывы плохие на них Да, да Видимо, плохо, плохо летают А так тема прикольная Кто-то придумал уже вот это Да, да, ну, там понятно, скорее всего Может и патенты какие-то есть Но вообще, вот такая тема Я бы ее, знаете, где выкатывал? Не на Амазоне, а в торговом центре Перед Новым годом Прикиньте, какие продажи можно сделать Это немного офф-топик Вернемся на новое сзо А вот у нас Здесь какие-то стоп-батч И вот тут люди действуют Они именно сет продают И в этом, скорее всего, есть успех Ну, и собственно Давайте посмотрим Как работать с этой стратегией Вот такой листинг, где вот эта средняя оценка 3.6 И вы переходите в отзывы И вас интересуют вот эти единицы И на что вообще люди жалуются Негативные комментарии Вот все-все-все читайте И выписывайте основные моменты Которые вы можете улучшить Негативные комментарии Это все единицы, все двойки и тройки Тоже вы читаете И, ну, допустим Тут вот еще 74 отзыва Но если бы у него даже до 300, хоть 400 было Но средняя оценка 3.6 Вы выкатите свой сет У кого не будет этих проблем, допустим У вас будет 20 и средняя 4.8 Будут вас выбирать Не его, даже не благодаря Что у него там 300 отзывов будет За плохой оценки И вот это, суть этой стратегии Заключается именно Вы не боитесь большое количество Курентов, у кого низкий рейтинг Но вы должны работать через улучшение товара Вот, собственно, суть этой стратегии Давайте еще посмотрим Какие товарчики там Что я вообще Понаходил Что я ресерчил Вот, также в базе Я по первой стратегии Прошел чуть дальше И наткнулся Вот, на такой пример Вот, когда мы говорим Какой-то вот Унсекси товар И вы никогда не похастаетесь Что вы продаете какую-то Лопатку Которой можно скоблить стекло Я даже не знаю Что там ее Что ее С помощью нее делают Но она продается Вон в Tools Home and Promote Industrial Предполагаю, что это вообще Какая-то индустриальная лопатка И вот Товары какие-то Продажи не очень большие Но, как бы, люди Даже тут Какие-то деньги делают Ну, суть именно Хотел показать пример Какого-то товара Которого там Вообще За счет этого Туда люди не лезут И вот Тут такие ситуации Есть маленькое количество Отзыв И есть продажи И у них у всех Очень плохой маркетинг То есть Вам в этой нише Стать вообще Очень просто Начать зарабатывать От тысячи до трех И вот еще Один такой же пример Вот То-то перекрещивание стратегий Он, с одной стороны И ансекси Как бы товар И с другой стороны У него там рейтинг Очень такой Ну, низкий, средний Давайте попробуем Покажу вам Собственно, вешалка Тупо вешалка Вон тут какие продажи То есть Ну, 10 продаж В эти Бестоимости Как вы думаете В Китае такая вешалка Сколько будет стоить? Бакса 2 3 И доставка еще 2 бакса Я продавать Вон люди За 30 продают И просто Теперь можно Вот Вот как раз Пример Ну, листинг вообще Нулевой И у него типа Тема такая Что это винтаж Такой Ну, типа стильно Старый там Декоратив Все такое И смотрите Какой у него рейтинг 3,1 Ну и собственно Берем Читаем все Негативные отзывы Лажаем Производство В Украине И запускаем Нам отзывы Вот И конечно Вы не будете хвастаться Что вы там Вешалки продаете Ну Пока не продаете На миллион в месяц Когда на миллион в месяц Тогда вы уже начнете Хвастаться Вот В принципе Суть Той информации Которую я хотел донести Такие Три вещи Ну Моя презентация Можно сказать Закончена И Я думаю Либо Виталий У тебя есть что Как бы Добавить сказать Что-то ты хотел Мне кажется Ну да Я тоже хочу показать Просто как Можно использовать Амскоп сканер Вот конкретно Просто расскажу Про то что я сегодня Реально делал Сегодня я занимался Поиском товара С самого утра Потому что Мы запускаем Новые товары Постоянно И нужно что-то искать И Я могу сейчас Зашарить свою Я просто покажу Шаги Которые я вот Прямо сегодня Делал Для того чтобы Найти несколько Интересных товарных идей Для запуска Так Сейчас я Зашарю свой экран Тогда Так Окей Мой экран видим? Скажите пожалуйста Сейчас Видим мой экран? Ты Представь Шарик свой Если ты его шаришь Нет Не вижу Вот сейчас Видим Так Все Есть Окей Значит Я просто сейчас покажу Вот Как я сегодня действовал Находясь в сканере У меня не было Конкретно Никакого Предпочтения Конкретной ниши Я просто хотел Найти то что Продажи То есть минимум 10 в день И что Не имеет Большое количество Отзывов То есть в принципе Что Почему небольшое количество Отзывов Например если Какой-то Какой-то конкурент Продает На 10 в день С Там Отзывами До 50 Я понимаю Что Если я запущу товар Не худо чем он Сделаю себе 50 отзывов Там с полным выкупом Это сделать достаточно Просто и быстро Я буду с ним Как бы наравне Я смогу в принципе Ожидать тот же результат Что у него Но Если еще получше поработать Сделать домашнюю работу И выкатить товар Который будет лучше Чем у него Потому что есть возможность Проанализировать нишу То Однозначно Я могу рассчитывать На Вот такие Фильтры ставлю Чтобы понимать Итак что я делал Я выставил во-первых Все категории Потому что Я уже говорил Я не ищу Что-то в конкретной Категории Я ищу то что продается Ценовая категория Которая меня интересует Это от 20 до 50 долларов Далее Я смотрю на Естественно Продажи в месяц Мне 10 в день Интересно Минимум 300 продаж в месяц Максимум У меня не ограничен После чего Я обращаюсь К фильтру отзывов И Мне не интересны товары У которых большое количество отзывов Я ставлю 50 отзывов То есть не больше 50 отзывов И Собственно Это и будет мой фильтр То есть еще раз От 20 до 50 Минимум 10 продаж в день Максимум 50 отзывов Из любой категории Я запускаю Этот фильтр Собственно Сейчас он отработает Мне кажется Что у меня уже сейчас Как раз здесь Он и показан Если я перед этим Его и запускал Это Нужно Как сказать Вот Да Собственно Вот Вот Выдал У меня 10600 товаров То есть Это достаточно Много товаров Для того Чтобы их Вручную Разбирать Можно увеличивать Количество отзывов Например Вместо 300 продаж В месяц Сделать В два раза больше 600 Тем самым Будет еще меньше продуктов Для просмотра Которые имеют еще Больше потенциал Но сейчас Я просто поработаю Вот с тем Что мне выдалось Здесь Я иду И смотрю Просто на товары Какие у нас есть Заметьте Многие уже Здесь товары Которые Попадали под фильтры Для этого И Ну вот Собственно Я иду И просто открываю В новом табе Какие-то новые товары Ну вот Просто открыл парочку И давайте посмотрим Первое Что я нашел Это Такой Сет Из Красок 36 Как я понимаю Различных На пользу 36 Одинаковых Сетов С красками Вот Интересно Кто Кому это надо вообще Покупать Но Судя по всему Давайте запустим Посмотрим Вот эти Ребята продают На 19 В день продаж Собственно с ценой Почти в 40 долларов И оборачивают Примерно 22 тысячи в месяц Неплохо И отзывы То есть можно изучить Вот этот вот набор Или Подумать о том Какой Другой набор Можно предложить Дальше Ну как я бы действовал Дальше Я взошел Внутри этого продавца И в принципе изучил Вообще Что еще он продает Смотрите Рейтинг 34 Соответственно он совсем недавно Стартанул Совсем недавно И вот он стартанул За этим То есть он Различные наборы Запустил Если мы посмотрим На отзывы То он вот-вот Скорее всего Это Знаете когда Мы видим Небольшое количество отзывов И у них всегда 5 лет Это обычно Мне говорит о том Что скорее всего Это были раздачи Соответственно он Только-только Стартанул И мы видим Что он запустил Различные вариации Товаров С красками Ну давайте посмотрим Что у нас здесь есть Причем мне очень нравится Его ценовая категория То есть она Достаточно Достаточно Неплохой ценник И Вот Амскоп показывает Суммарно Его оборот Вот этих четырех товаров За последние три дня Это 51 В данный момент Он Ну продает На 51 Тысячу Вот эти Судя по Амскопу С таким небольшим количеством Отзывов Что это нам говорит Вот мы очень быстро Нашли очень интересную Просто углубиться Разобраться Почему Откуда эти продажи идут В общем Изучить детально Каждый из этих товаров Ну вот у нас Смотрите какой Я сам удивлен Насколько здесь Все красиво выглядит Вообще То есть это я просто Тыкнул в один из товаров По этому фильтру Ну вот я еще Тыкнул сюда Да вот Я честно говоря Не знаю что это Я просто Кликнул на то Что мне выдало Амскоп Вот ли Употребление моих Фильтров Которые меня интересуют Ну во-первых Электроника И вот эта Непонятная штука Она будет посложнее Чем Краски Потому что что может быть Проще краски Вот Причем Небольших наборов Это мне пока Непонятно что это Давайте почитаем Что это Это как я понимаю Трясти Впутовый Кабель Ну в общем Это розетка Это розетка Удлинитель Как я понимаю С каким-то Ну со своеобразным Вот таким Не самым стандартным Разъемом Давайте посмотрим Что же у нас здесь Вообще происходит Опять тоже 40 долларов цена И он делает 19 продаж в день Тоже 23 почти тысячи Оборачивает 51 отзыв Не так много В принципе Если уже набить Сделать раздачу На 20-25 Уже часть рынка От него можно откусить Тоже интересный Перспективный товар Собственно Вот Так Я И я просто продемонстрировал Прям вот те шаги Которые я принимал С самого раннего утра Сегодня И весь день до конца дня Я вот так проходил по товарам И вот так же Копался Запускал дальше Скай Аблескоп Проанализировал Сейчас мы с вами нашли На самом деле Два Очень интересных товара До этого Был у меня Тап открыт с красками Два очень интересных товара Уверен что Если кто-то из вас Больше глубоко Ресурчит Вы может быть Даже их и запустите Теперь Это вот Я показал просто Как я действую Тоже одна из стратегий Есть еще у нас Собственно Штука Как трекер продуктов Я сейчас вам быстро Расскажу Для чего Мы ее сделали И чем она может вам Ну послужить Есть такие товары В Амазоне Которые Например Лублика Мне очень часто Пишут Что Почему Амскоп Ничего не показывает Да Что Что такое Дело в том Что я просто Пописую Это во-первых Ну для тех кто не в курсе Конечно Здесь В таких товарах Амазон не дает Ну Родительскую категорию То есть у нас есть Подкатегория А Парент категории нет Статистика собирается На родительскую категорию Поэтому Амскоп просто Физически не в состоянии Сделать прогноз На такие товары Где Амазон Не открывает Родительскую категорию Причем Все аналоги Амскопа Тоже не могут этого сделать Потому что Просто невозможно Амазон Скрывает В таких случаях Эту информацию Но Что делать В таком случае Есть реальное решение И это решение Это Вот тот самый Трекер То есть что делает Вот этот вот Наш Наш трекер Я вот сейчас вам покажу Вот Я только что добавил Все кто пользуется Амскопом У них есть Ну вот это вот Бесплатно Реально Три продукта Можно трекать Ну все кто пользуется Приложением А то Ну Совсем другой лимит Можно много Продуктов Трекать И вот Например я добавил Нажал на кнопку Эту трекер И добавил вот этот вот Лубрикант Прямо В свой аккаунт И он вот здесь у меня появился Я вам объясню Что это значит Вот видите он здесь появился Что теперь происходит То есть Амскоп Каждый день В это время Когда я его добавил Каждый день Будет автоматически Просканивать Сколько товаров Осталось на складе То есть Он будет делать Метод Который в принципе Вы можете так же Все делать вручную Просто Амскоп сканер Это помогает Избавляет вас От этой ручной работы И вы можете Добавлять огромное Количество товаров В этой книге Например я хочу Запустить Лубрикант Но я не понимаю вообще Сколько продаж Потому что Сколько выдает с двух Мне непонятно Я бы добавлял Практически все Товары в скайп То есть Жму Эту трекер Добавляю их Туда Как можно больше Добавляю Ну то есть Я бы все Добавил Которые Более-менее Меня интересуют Примеры К которым я стремлюсь Вот Они все сразу Появляются у меня В трекере Здесь вот Они все здесь появились И они будут трекаться То есть раз в сутки Я буду видеть Сколько продаж Как только вы их Добавили Конечно здесь будет пусто Ну да это ед Потому что нужно Чтобы прошло какое-то время Хотя бы 3 дня Лучше чтобы прошло 7 дней Вот и вы увидите Фактические продажи Этих товаров На складе естественно Товаров меньше Тысячи Ну вот я вам просто Покажу пример Вот этот вот товар Я добавил его Ну несколько дней назад В сканер И вот за эти дни Я вам покажу Кнопку Он показывает график Сколько в какой день Была продаж Вот 25 числа Я его добавил Вот как вы можете видеть Да то есть Первая точка у него 25 числа И вот здесь мы видим Юниев 48 То есть фактически 25 числа Этот товар сделал 8 продаж То есть это не прогноз Это факт Дальше 26 числа Видите 2 продажи 27 Одна продаж 28 Две продажи 29 Семь продаж Шесть И вот Сегодня Последний скан Произошел 9 продаж Вот так работает сканер То есть со всеми товарами Которые вы будете Далее День В одно время Сосканивать Сколько же на складах Осталось товаров Которые вы здесь Добавили И таким образом Вы сможете Видеть Реально Повторые продажи Для товаров По которым Amscope не может Дать вам данные Не только Amscope И любой другой инструмент Если они не смогут Вам дать данные Вы можете добавить Все Софтеры Здесь конечно Есть больше Можно трекать Как BSR менялся То есть Бестселлер ранг Как менялся Инвентарь Ну здесь много чего есть Как цена менялась У этого конкурента Осталось То есть Как отзывы менялись Таким образом Вы можете Какие-то проводить анализы Например Если оставлять Там цену Например И количество Продаж Если вы трекаете Какого-то конкурента Достаточно долго Вы можете увидеть Допустим Цена изменилась Количество продаж Тоже изменилось Так как вы понимаете Ага Значит вот это Леск продаж Произошел Из-за того что он Поменял цену Также можно всегда Следить за тем Как отзывы влияют На количество продаж То есть вот здесь конкретно Это может быть интересно Когда вы делаете Тоже У вас было 10 отзывов Продаж были такие Стало там 50 Продажи увеличились Вы видите На графике Но здесь за эти дни Видите отзывы Количество отзывов Здесь константное У этого У этого игрока Вот Ну я просто показал Как можно Пользоваться еще И трекером Собственно На данный момент У нас Эмскоп сканер Это две вещи Это вот эта база данных Продуктов Из 26 миллионов Каждый день Мы обновляем Порядка 100 тысяч товаров Которые В категории От нуля До 100 тысяч Каждый из своих категорий Мы их каждый день Обновляем И добавляем Новые товары Которые появляются На Амазоне регулярно И вот Продукт трекер И сейчас мы еще добавляем Новую функциональность Это конечно же Трекер Кейворд Кейворд И планируем еще Очень много чего интересного Туда внедрить Поэтому Будьте в курсе событий Следите за обновлениями Ну вот Это в принципе Я хотел Сказать И показать Как я это делаю Я думаю Добавляю Что-то будет серьезное Типа трекер Или еще что-нибудь Будем просто Проводить Да Трекер У нас уже Заводки кейвордов Так что уже Совсем скоро Я думаю Через пару недель Сможем его тоже Показать Продемонстрировать Сразу видео проанонсируем Там что-то новости есть Какие-то изменения Пошел дело Так Что нам Вопросы теперь наверное Да Наверное Давайте тогда сейчас Вопросики Все Фейсбук откройте Я сейчас С самого низа посмотрю Чего вы там не видите уже Так Поехали Ну здесь разговоры Так смотрю Андрей Про единицы Про 4.2 Как раз у нас товар Мы стартанули Все хорошо В аутовсток Вылетели И потом Нафигачит этот негатив И забанит нас успели В аутовстоке Через три недели Мы разбанился успели Пока еще не привезли Так что 4.2 Так и упали Ну сейчас возвращать будем Не хотелось бы терять позицию Не хотелось бы терять этот Наш Как его называть Листин Потому что Хороший достаточно от него Есть отклик В плане того Что когда на возврат Приходит товар Мгновенно продается Даже с 2000 Бестселерант Вот Так конечно Лучше рестарт сделать В любом случае У меня есть Амзаскоп Амзасканер Тоже нужно покупать Да Тоже нужно покупать Амзаскоп Больше чем 999 Как сканер Сканер Из Амзаскоп Из Амзаскоп Вместо Фактических данных От сканера И там будет Собственно Пометка Светлана Да Да Все правильно Да Да Все верно Так Отвечного Отзывов Нет смысла смотреть Это могут быть Такие же раздачи Как у нас Да На самом деле Может быть и так Ну то есть Это нужно индивидуально смотреть Если видно Что товар В плане с красками Кажется что это раздача То есть соответственно Скорее всего Там будут Завышенные результаты Не факт что они будут Ображать реальность Но Если смотреть на товары У которых Уже Ну большое количество Отзывов То есть вероятность Что Продажи именно За счет Этого большого количества Отзывов происходит Ну нужно смотреть Индивидуально На эту ситуацию То есть я Вот видя такие результаты Сразу иду Ресорчить глубже Нишу То есть Ты находишь нишу Которая Представить Если Человек запускает В ней например Четыре товара Соответственно он Явно Во что-то верит То есть скорее всего Он делал какой-то анализ И Можно изучить нишу Изучить И дальше уже Оттуда двигаться Вперед То есть стандартная схема Это Естественно Не сразу Слепо запускать А дальше Глубже анализировать Каждый товар Индивидуально Я бы сказал Посмотреть просто Кипу Если по кипе Товар долго работает Однозначно Все отзывы Жилые Вот Или товар В любом случае Продается Если кипа совсем молодая Соответственно нет Если кипа там Три месяца показывает Ну уже вопрос Ну то есть Полно Чтобы углубиться Достаточно Даже кипа Чтобы беглым анализом Понять насколько это реально Вот А там уже дальше Мы прорабатываем В любом случае Паниже по всему А то что 300 отзывов Далеко не все делают Так как мы 50 не верифай 50 верифай И пошло Я до сих пор в группе Вот в день По 2-3 человека Общаюсь О том как они запустились Как они запустили 5 отзывов Как они запустили 15 И запустили ППС Вот в день 2-3 человека Кто именно так запускает Сегодня по моему Было больше даже То есть 7 отзывов Причем это не обязательно Русскоязычное Это вот Сейчас только с человеком Разговаривал из Израиля Всему тому же лучше 5, 7, 10, 15, 20, 25 отзывов И ППС Все Вся стратегия продвижения То есть Там 30 отзывов Это так и не занимается И по не верифай Отзывам Это тоже не особо Распространенная тема Что мы вот так вот Тягачим Да В Китае распространенная По 500 отзывов На старте закидывает И по поводу этих Как их звать Например В англоязычных группах Стоит Не верифай отзыв От 12-15 долларов Тоже не разгуляешься Особенно Вот Так что Много всяких моментов Алексей задает вопрос Сами ли мы высоко Или низко Конкурентные продукты Предпринимаем Алексей Мы Миксуем Вот это дело Миксуем То есть если Собственно Если Высоко Конкурентный продукт То здесь нужен Больший бюджет Просто представим Ситуацию Вот у нас например 10 тысяч бюджет на продукт Высоко Конкурентный продукт Потребует Скорее всего 10 тысяч на запуск Одного товара Нужно будет побольше Купить партию Соответственно Чтобы получить лучше цены МОКЮ Потому что если Продукт конкурентный Там у людей уже Цены сбиты С поставщиком Там чуть ли не до Самого минимума Поэтому приходится Заходить Высоким МОКЮ сразу Чтобы Плюс это доставка По морю естественно Сразу чтобы Моржу как-то Сделать Конкурентно способной Эту цену Потом еще Нехило надо Потратиться На раскрутку И отзывы Если мы заходим В высококонкурентную нишу Вот И естественно Там нужно Получше будет Подумать над тем Чтобы вообще В общем Кажется Очень крутой Выделяющийся Это время Это деньги Возможно Подумать Как улучшить продукт Сделать его Отличающимся От конкурентов Потому что Если ты заходишь В высококонкурентную нишу Мы всегда задаем себе вопрос Когда в такие ниши Заходим Почему купят у нас Да Окей Мы может быть Сделаем красивую упаковку Мы сделаем классный листинг Но здесь уже ребята У которых Все уже Тоже супер и круто И у них Огромное количество Почему купят у нас Вот пока мы Не отвечаем Не можем ответить На этот вопрос Причем аргументированно Не так Себе там Логотип Это Ну такой ответ Никак Пока мы Аргументированно Не можем ответить На этот вопрос Мы не входим В высококонкурентные ниши Вот Но если мы можем ответить И есть бюджет Естественно Мы туда зайдем При этом Это не значит Что мы предпочтем Высококонкурентную нишу Низкоконкурентную нишу Потому что Низкоконкурентных ниш Ниш можно запускать Ну просто Сразу несколько Например Сразу Вместо Одного Высококонкурентного товара Можно запустить Два или три Низкоконкурентных И Там не придется Так сильно Заморачиваться Сразу С Паркетингом С Работой С поставщиком Там Взял Запустил Сделал 20 выкупов Включил Писи рекламу Взял хорошие фотки Ну все стандарты на потоке И ты уже как бы Занял хорошую позицию В этой нише При этом Опять еще один бонус Низкоконкурентных Товаров Это то что не будет Всяких Жестких Грязных войн С недобросовестными Конкурентами Которые всегда Тусуются Там где Много продаж Это все подтвердят Денис в том числе Думаю Много уже боли На этот счет есть Вот Это один из плюсов Тоже Низкоконкурентных Продуктов Запускаем то Что Анализы Принимаем решение И нету предпочтения Высокой Низкоконкурентным Товаром Вот Что кажется Что будет продаваться Что мы понимаем Что запустим И пойдет И не важно Пойдет там На 100 продаж в день Или на 10 продаж в день Ну вот Единственное у нас есть Вот этот вот Минимальный порог Если 10 продаж в день Товар может делать С чистой прибылью В 5 долларов То мы его уже рассматриваем Потому что запустил Таких с десяток И у тебя уже Неплохой доход Надо Единственное забывать Про С одной стороны У нас будут Большие проблемы С крутыми товарами Связанного с этим Что ты перечислил Но с другой стороны Надо не забывать Про рутину С 10 мелкими товарами Доставка Стресс вот этот Постоянный Производство Переговоры с китайцами Проверка качества То есть Есть свои нюансы За это надо Соблюдать всегда баланс Не бывает Ничего идеального И в прошлый раз Очень важно Мы как раз говорили Я уверен Это не 100% то что Жизнь любого товара Какой бы он супер Классный Продаваемый Прибыльный не был Да понятно Что прибыль постепенно Снижается Плавно к нулю И конечной себестоимости В доллар То есть все такое Начало 19.99 Потом 14.99 Потом 9.99 И так же у китайцев цены падают И все остальное Вот Из-за этого единственная Смелочевка Это вот много мороки Китая Будет Если команда Да Это точно Вот С ходом времени Чистая прибыль Падает ниже и ниже И поэтому Вот Какая Долгосточная стратегия Это Выход На Создание Бранда То есть Попытка людей Привязать не к Амазону А к бренду То есть Через создание комьюнити Через фейсбук Через свой собственный блог Через свой собственный интернет-магазин Ну а это уже Ну такая реально Большая работа И ее просто нужно делать Когда уже видно Что есть там например Больше двух-трех товаров Линейки И есть понимание того Что будет дальше То есть эту вещь надо делать Но считаю Что первоначальной миссией Должен быть кэшфлоу То есть с Амазона Нужно начать просто Мутить Побло Как говорится By all means necessary Любыми возможными способами Потому что Когда уже есть деньги Какие-то Стабильный кэшфлоу Вот тогда Можно уже позволить себе Начать Часть этих денег Там инвестировать В товары В линейке Какого-то конкретного Бренда Долгосрочного Потому что Как правило Товары в линейке Бренда Они могут Не быть такими Суперпродаваемыми Как вот товары Которые Хоп Трендовый попадется Хоп На которых можно реально Сделать резко Какой-то большой Ну просто Многих загрузили Вот тем что Амазон Долгая история Выстраивание Всего вот этого остального Просто надо людям Объяснить мне кажется Ну и по-честному Что Такая история В конечном итоге Любой товар Идет к снижению Если у вас нет бренда То есть вы не можете Делать надбавленную сумму За счет марки За счет вот этого всего Там гидрофлаг Там все Water bottle Торгуют Все дешевле и дешевле И алюминий И пластик уже там скоро А гидрофлаг По 44 99 Продавать будет И вообще по барабану Вот У них есть и сайты У них есть и Амазон И все остальное Амазон у нас Очередная То есть такая стартовая ступень Обучение Торговля в интернете И заработка в интернете Кто-то начинает там Я не знаю С сайтов Кто-то начинает С Shopify Кто-то начинает с Amazon А кто-то с eBay Начинает Все по-разному Так У нас здесь вопрос по тестовой Если Роман Спрашивает Тестовой версии Текстом Отвечу Роман Нет Тестовой версии сканера Нет Для пользователя Амскоп Есть тестовая версия сканера Но тоже ограниченный функционал А Текер Тестовой версии Для тех Кто купил Амскоп Почему мы не сделали Тестовую версию Потому что Ну там Например у нас будет Тестовая версия Три или семь дней Это будет достаточно Чтобы найти товары И уже Не воспользоваться Да Я абсолютно согласен Потому что основная масса Наших пользователей Ищет один товар То есть человек нашел товар То есть здесь в этом Весе смысл Вот А давать какой-то Ну ограниченный функционал Это ну Обманывать людей Лучше тогда вообще не давать Так Алексей спрашивает Вы анализируете Продукт или мишу? А Алексей Мы И так и так То есть начинаем с продукта Потом выползаем в нишу То есть всегда Есть Вот Тоже вопрос На который мы отвечаем Это А получится ли с этим продуктом Вообще Выстроить какую-то линейку Внутри этой ниши То есть в принципе Насколько ниша Пользуется спросом И Это никогда Это не есть Ключевой Фактор Да То есть если сам продукт Хорош То мы его запустим просто Чтобы делать какой-то кэш с Amazon Но если при этом Мы еще видим Что продукт там В ниши В которой можно выпустить Еще есть Имеет много продаж Это Ну это очень круто Это Вдвойне хорошо То есть Это Просто Еще больше говорит нам Что стоит запускать Этот товар Совокупность факторов Вопросов больше нет Никому больше ничего не интересно Подождем тогда пару минут И по домам Что в принципе еще есть Рассказать интересное Да Я могу вот Добавить Такой вопрос Задавался А Ты его как раз озвучил Что вот Геморрой С китайцами И так далее Ну в принципе На первых порах Да Действительно будет Вот это вот С китайцами Но Это же бизнес И как только вы начнете Зарабатывать Уже там через Какие-то может Месяца восемь допустим У вас прибыль будет Вы сможете нанять Просто ассистента И уже Передать Большинство Таких вот Ежедневных Рутинных Задач Своему Ну работнику Которые будут Допустим Следующие какие-то товары В том числе Уже за вас Выкатывать И в принципе Ну поиск Нового товара Это Ну Не очень Сложная Задача На самом деле Я буду учить Какого-то человека Можно Достаточно Быстро Вашим присмотром Он очень быстро начнет Заниматься Этим Новых товаров И чистой прибыли Я хочу Одну вещь добавить Вот по поводу Поиска товара Есть одна вещь Такой Необходимый компонент То что Ну вот Никакая туза Не заменит Это вот Опыт Это то что Интуитивное чувство Интуиция которая появляется Когда ты уже Прошел Какой-то И Если Вы например Хотите поставить Запуск товаров на Амазоне На поток И Хотите через сотрудников То есть Хотите Каждому этапу Процесса Запуска на Амазоне Начиная с выбора Продуктов Этап самый важный Самый Самый долгий То Вам придется первое время Действительно Ну Много Участвовать В этом процессе Потому что У сотрудников Будет инструкция У него будут инструменты Тот же например Сканер Но у него не будет опыта Он не будет чувствовать Что вот Здесь Тут есть что-то Вот это сложно описать Но опыт дает Вот это чувство Эту интуицию Понятно Вопрос тут задал Задал Юрий Сколько времени уходит На поиск товара с нуля Ну вот сегодня у меня ушел Ровно один день То есть Я с утра начал И нашел три товара Который имеет смысл Запускать Естественно Завтра у меня будет еще День посвящен Более глубокому анализу Это конкретно Уже составление Бизнес-плана Это Цифры То есть Математика что-то сходилась В этом Я буду общаться С поставщиками Я буду получать Какие-то от них Цифры уже фактически Я сразу Прикину Какую цену Я смогу на Амазоне Этот товар продавать Основывать На ценах Конкурентов Понимая Что я не могу Сделать цену Выше чем конкурент Не имея на то основания То есть если у меня Такой же товар Или чуть-чуть Совсем лучше То с какого фига Будут у меня покупать Чем у конкурентов Поэтому в бизнес-плане Я цену Приравниваю Конкуренту Который максимально близок К той комплектации Которую я планирую запустить И Получаю цены От поставщика И вот когда все это Я получу Ну конечно же У меня Там нескольких поставщиков От 50 Я с ними пообщаюсь Я пойму Какие из них Наиболее перспективные Я Вычислю Вот эти цены Я сразу смогу понять С какими поставщиками Я могу работать А какие Тупо Ну Выставляют мне такую цену Товар Такой может быть Поэтому Этих поставщиков Я сразу отсеиваю У меня остаются Три Поставщика Три-четыре Которые предлагают мне цену При которой Я Буду конкурентно Вот С этим товаром Конкретно Сходится Все Следующий шаг Как бы Подключается мозг Включаются руки За косаку И так далее И тому подобное Все Как бы Товар найден Да По времени Мне кажется Такой творческий процесс Как пойдет Бывают единственные моменты Какие товары Периодически Попадаются нам Трендовые товары Вот с ними Как себя вести Непонятно Когда они сгорят Некоторые трендовые товары Очень долго живут Некоторые рассуждают Что они очень полезные Такие товары должны быть А некоторые товары У нас сгорают Просто реально Вот прям на глазах Запуститься еще не стоит Переговоры ведем А он уже видишь Тухнуть начал потихоньку Да Мое личное мнение По поводу Трендовых товаров Трендовые товары Я считаю Это должен быть Такой бюджет Аля бюджет Для экспериментов Который не жалко Потерять И вот Если Есть такой бюджет И есть трендовый товар Окей Давай погнали Попробуем запустить Даже особо не заморачиваясь На детальную проверку По качеству Понимаешь Трендовый товар Понимаешь Что он Сгорит через какое-то время Там Нужно все быстро делать А тратить время Там например На сравнение У десяти-двадцати поставщиков Пока все это сделаешь Там Налепить Самый красивый логотип Для трендовых товаров Это смерть Потому что пока ты все это сделаешь Там Бостеренд уже все Сдохнет И И тоже Как бы Ставить Все свои Капиталы На трендовый товар Тоже глупо Потому что Собственно Очень большой риск Поэтому если есть Какой-то экспериментальный бюджет Можно запускать трендовый товар Но Если вы только стартуете С Амазона Я бы Ну Не ставил бы Все на трендовый товар То же самое Опыт показывает Что вообще Даже рисковать Особо Целесообразность Это вообще Американская рулетка У меня уже В голове Так просто крутится Пять товаров Из них один единственный Трендовый товар Который долго пробежал Фиджет Кью На котором Патент пеннинг Висит с самого начала Потому что Аминских стартеров вышли Даже если сравнивать со спиннерами И Гугл тренд показываешь Он там в разы просто Более популярный На самом деле На длинной дистанции И он начал работать С конца августа А закончил так же Как и фиджет спиннер В начале мая Вот То есть он прокрутился Практически нормально Целые там Полгода Полноценно А спиннер нормально Траговался Получается Ну реально апрель-марта Разговоры зато Было про него Вообще Это вот единственный Фиджет Кьюб Который разумное время Спиннер достаточно Долго продержался Но куча всяких Спонжей Анголайзеров Там Я не знаю Из бьюти Всяких там Примочек Приблуд Вот Они просто Не успеваешь Переговоры провести деньги Еще успел оплатить На Амазоне Продаж нет Вот Так что я вот честно Могу сказать Прям Как это Да Смотришь Все зеленое Все зеленое Все зеленое Торгует пять дней Торгует там Месяц Все зеленое Ну вообще Вот это надо брать Все зеленое Заходишь туда Там Вообще беда Так что Не посоветую никому Да Трендовыми товарами Заниматься Единственный вот момент С сезонными товарами Вот это вот Еще не пробовали Потому что Есть два момента Это сезонный товар Летая зима Второй момент Это какие-нибудь Товары Хэллоуины Не сталкивались никогда С такими товарами Хэллоуин Нет Потому что Хэллоуин Это слишком короткий Короткий да Вот именно правильно Да 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 Я и говорю это Вот я не знаю Я не понимаю такие товары Кто ими вообще торгует Самое что смешное Для меня это меня просто поражает Что там и оценки нет бешеной Я понимаю там тысячи процентов на цену То есть ты привез Там продал Половину не продал Ну и соответственно Заработал более-менее Там месяц поковырялся Какую-то сумму иную Заработал нормально Чего не успел продать По большому счету выкинул Вот Начинаешь анализировать Что Пасха Пасхальный Пасхальные яйца То же самое На Пасху как зашел яйца Посмотри там За два дня до Пасхи Я просто в шоке был Какие там продажи люди качают Но Ну сколько дней эти пасхальные яйца качают Неделю И что с ними делать Максимум Максимум Да и просто Их надо еще увезти Привезти успеть Не успел Кто-нибудь там чем задержал И он это посидел пока Да То есть если одно дело там привез За месяц и хотели Вот Но Зима-лето Зима-лето Интересно Там все-таки пять месяцев Это уже бизнес Это бизнес Да Ну вот как вот Вот ты привез Надувные матрасы Вот И что с ними делать зимой Вывозить на предцентр Как вариант Как вариант Ну потому что Тяжело Там тоже наценок вешеных нет В любом случае То есть только наоборот Да Там нет наценок Там действительно Люди так и делают Они вывозят Там американцы Им вообще удобно У них там преимущество В этом плане Ну да Там в любом случае Мне еще вот Есть некоторые товары Знаешь такие Интересные Вот прям могу в цвет сказать Там Где Интекс торгует То есть они там Заполонили просто все Там вот Интекс 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 Там связаны с Всякими Кроватями надувными Там Резиновыми изделиями То есть Ну просто Топы Грубо говоря Даже там Амазонами торгуют Не торгуют Просто один Интекс И реально там классные цифры По программе По тому же скопу Все зеленое Отзывов нет А им отзывов не надо делать У них просто нет конкурентов Потому что Их уже все знают Это национальный бренд Вообще мировой Да Им вообще не надо ничего делать Ну если ты хочешь купить Надувной там Кровать или бассейн Или там Не надувной Каркасной То есть там 2-3 производителя В мире И больше никто этим вообще не занимается Из-за этого туда лезть Это вот Как раз тот случай Когда и Амазон И бренд Там делать нам нечего Вот А если мы возьмем У какого-то Непонятного Производителя Ну Вероятность Не знаю какая То есть я с такими вот товарами Страшно Страшно связываюсь просто Влезешь И все И ничего Так Да Стремно Ну да да Лучше из-за этого Все-таки что-то такое Необычное Кстати Денис Есть И знаешь Еще один такой Тренд Который вот не упомянул Это школьники Школотан Да На самом деле Это тоже не маленький Тренд Многие такие продукты Типа Ну не знаю там Канцелярские товары Да Канцелярские товары Там календарики Они колоссально в августе продавались И в сентябре Ну это и бэкпэки Тогда то же самое Там рюкзаки В августе месяце Это я не знаю 15 страниц листаешь И конца экрана не видно Везде в среднем 50 продаж в день У каждого Да Да Ну Школота она тоже Если мы говорим именно о тренде Вот Школьные это одно А если школота Именно на них Надо их всеми быть Чтобы им что-то предлагать Что сейчас модно Они тоже переменчивы Завтра мультики Каким там сериал Я не знаю Новые появятся Им какую-нибудь новую фишку покажут И они начнут Крутить Вертеть И интересы пропадут Ну вот То есть тут Сложно Сложно во все это попадать Просто Там надо играть Именно на таких Эвергрин вещах Типа канцелярских товаров Которые покупают родители В основном Для школоты Ну Там наборы Там всякая такая фигня Ну да Которые они думают Что они будут полезны Но в любом случае Да плюс студенты все И так далее То есть не только школьники А еще и студенты Там вот это все Ну канцелярия Если сейчас зайдем в офис Канцелярия Там один Амазон торгует Что делать? Амазон Вот sold by Amazon Вот мне скажите Нет там можно не шануться Там можно что-то выкопать Точно Выкопать можно А вот другой пример Sold by Amazon Вот заходим Реально один торгует Например из обычной ниши А все остальное Sold by Amazon Ну то есть сейчас в канцелярию Зайдем в офисные товары Там начиная от досок Заканчивая там Я не знаю Всем подряд Sold by Amazon Это же не амазоновский бренд Это просто Амазон То есть не какой-то отдел Плотно работает по этой нише Он просто всем предлагает И все Да 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 Все так И в принципе с ними В принципе с ними на самом деле Можно спокойно конкурировать Амазон не дает им никакого преимущества Если у Амазона там 1-2 Они дают выталкивать Ну когда sold by Amazon там Десятками В принципе спокойно Мне кажется можно торговать Если есть маржа Согласен Волк Например тоже Амазон обращался Говорил давайте мы вас будем Тоже продавать Через sold by Amazon Там определенные товары Так что они просто Контачат тех У кого есть нормальные продажи Да Хотел сказать В этой ситуации Хотел спросить Они просят снижение цены Чего-нибудь такого То есть какая выгода А я не знаю Мы отказались Поэтому так в детали Даже не пошли Обсуждение этого А почему вам это не интересно Ну то есть Логика какая Я уже не помню честно говоря У меня была история Как минимум двух человек Которые обалденно продавались Им предложили Они отказались И потом постепенно Амазон привез такой же В точность все товары Они улетели с первой страницы Вот такую я легенду слышал Вот Типа предложение От которого нельзя отказаться Такого не было Но мы отказались И ну и все На этом все закончилось Я не помню чем был Мотивирован отказ В тот момент Ну понятно Но как-то это все казалось Что-то скребанно было И так хорошо Ну нафиг Связываться Что-то так того Все понял А с Walmart Вам не предлагали еще? У меня товарищи Уже предложили Предложили Он документы все подал Вот Они ему То есть Предложили товар И его продавать в Walmart Вот я читал про это тоже Вот Ну в западных Всяких форумах В блогах и так далее Про Walmart Ну Люди там На нем отзывались Говорят Что он там так Walmart там Вот они там конкретно Там начинают Типа Нужна такая цена Ну типа Ну короче Как обычно Обычная сетевая торговля То есть здесь пошли Входные бонусы Royalty Да Они решают Где будет твой товар находиться Я помню читал одну историю Один подавец И говорил Вот он К нему Они долго переговаривались Он сначала отказывался Они его уговорили Он выставил свои товары Потом Значит узнает Что они Вообще его товары засунули Там в самую задницу Куда-то Нет Но ты говоришь про оффлайн Ты говоришь про оффлайн Правильно? А я про оффлайн А я про оффлайн Плюс Оффлайн И оффлайн То есть он Место Мерченд Эти самые Супервайзеры И Пошла Классик Ну мультики здесь использовался Больше Ну не конкретно мультики Там диснеевские А в принципе Что-то детское Что-то такое Новое Это имелось ввиду Второе Если я нашел брендированный товар С незначительными недостатками И создаю такой же продукт Под своей торговой маркой С устраненными Недостатками Существует ли риск в данном случае? Ну вот здесь конкретно Риск есть Если это патент И недостатки реально незначительные Незначительные То есть там же Там целый большой Периодический процесс Как Вообще Происходит Вот эта вот Проверка на наличие патента То есть Незначительные Там прям так и написано При незначительных Ключевое слово Незначительных Различиях Это считается Что ты попал под патент Вот так именно прям Написано В законе Я как-то помню Просто углублялся В это очень Но Что значит Незначительный? Определение Да это нереально То есть это уже Война юристов происходит Поэтому В этом случае Я всегда Советую Проконструироваться Узнающего Юриста Прежде чем Принимать решение О запуске О запуске Товара С незначительными Изменениями Вот Относительно Какого-то Брендированного Товара Вот Такой совет Понятно Ну а еще лучше Ну а еще лучше Если Опыт Вопросы Наши Наши алгоритмы Трекер Кейворд Кейворд Как Был там Джангл Скал Например Рассиный Инспектор Всегда Занижал Джангл Завышал Здесь Сейчас У нас еще Какой там Амазон Известный Тоже Забы Как они Называются Они Завышают Где-то Раз в два Называется Ну Селс Каба Они там Его продвигают Этот Трек Амскаут Амскаут Вот У них Где-то В два-три раза Всегда Примерно То есть Они показывают Реально У меня Есть У которых Там Учили Сейчас Здесь Учатся Они Соответственно Что Мы работаем По скопу Там работают По скауту Вот Сравнивают То есть В этом отношении В любом случае Мы уже в прошлый раз Общались Может это Ну то есть Заторможенность Мы в любом случае Будем смотреть Ну то есть Я всегда Отписываюсь Какая ситуация Но в любом случае Лучше Занижено Чем завышено Это факт Вот Но Стремиться Надо Товар Конечно Чтобы более точно Показываться Надо большее количество точек Конечно У нас постоянно Идет процесс Работы Нам дать Мы Внимательно Прислушиваемся Ко всему фидбэку Стараемся Да Пишите Если какие то вот эти есть По конкретным товарам Просто скидывайте Я в любом случае Буду скидывать Потому что Мы очень много анализируем товаров Очень много Ну и работаем по многим товарам Вот Не Бессмыслно думать о том Что если скоп показывает неправильно Другие программы Правильно не покажут Программы все равно есть Достаточно Ну в принципе Хелиум 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 Нет не Хелиум Именно Именно Скаут Ну в принципе все Большое спасибо Информации Достаточно По пользе Спасибо всем Кто нас сегодня слушал Скоро увидимся Еще что-нибудь расскажем Интересное Обязательно Все Всем удачи Всем пока Пока